Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. И мы держим руку на Олимпийском пульсе. День физкультурника в Самаре бьет рекорды. Тольяттинские гандболистки на пути к золотым медалям Бразильской Олимпиады. Гандбольная сборная России с четырьмя спортсменками Лады вышла в полуфинал Олимпийских игр. В Рио-де-Жанейро Бразилия россиянки движутся на вершину пьедестала почета, одерживая одну победу за другой. На этот раз они обыграли сборную Анголы со счетом 31-27 и пробились в полуфинал. В этом матче четырьмя забитыми мячами отметилась Тольяттинка Ирина Близнова, Ольга Акопяна отправила в ворота соперниц три мяча на счету Дарьи Дмитриевой один гол. В полуфинале гандбольного олимпийского турнира Россия сыграет с Норвегией. В Олимпийском августе болельщики тоже не сидят без физкультурного дела. Илья Евдокимов после смены на заводе бежит на стадион Буравик, потолкать гирю и преодолеть марафон. Для здоровья. Привычка осталась еще со школы, когда сдавал нормы ГТО. Сейчас участвует в спартакиаде нефтяников. Пришел показать себя и на дне физкультурника Куйбышевского района. В течение года проходят соревнования по всем дисциплинам. И в конце, осенью, в конце года проходится российская спартакиада. Легкая атлетика, гиревой спорт. Да в принципе все виды спорта. Футбол, волейбол. Это все на чистом энтузиазме. Это все только сами. Никто никого силком не заставляет. Здоровый дух, здоровое тело. День физкультурника в Куйбышевском районе проходит ежегодно. На этот раз спортсмены-любители собрались на стадионе Боревестник. Нефтяник на ремонте. Температура под 40 не испугала участников. Они с легкостью играли в футбол, толкали гирю, перетягивали канат. К этому подключаются дети. То есть мы видим, что этот праздник становится семейным. А это замечательно. Когда дети видят хороший пример своих родителей, значит традиция занятия спортом они будут передавать уже своим детям. И это будет передаваться с поколения в поколение. Популярна среди куйбышевцев легкая атлетика, военно-прикладные виды спорта, лыжи, хоккей. Осенью физкультурники бегают эстафеты, зимой проходит золотая шайба. Школьная команда «Меридиан» – многократный призер соревнований. Спорт развивается, но я еще раз говорю, что я думаю, будет еще лучше у нас со спортом, когда мы сделаем нефтяник. День физкультурника определил в Куйбышевском районе и своих рекордсменов. Тагирю толкнули 130 раз. А в перетягивании каната, когда-то он был олимпийским видом спорта, четвертый год подряд победу одержали рабочие местного нефтеперерабатывающего завода над командой МЧС. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И болейте. Но только за сборную России на Бразильской Олимпиаде.